Добрый вечер. Подходит к концу очередная насыщенная событиями неделя. Пришло время осмыслить всё произошедшее, выделить главное и взвешенно, без политической демагогии, подвести её итоги. Сегодня в программе. Примем в Москве в любое удобное время. Как Владимир Зеленский ответит на приглашение Путина встретиться в столице России? Может ли состояться двусторонняя встреча президентов? Союзное государство. Что будет значить для Украины объединение России и Белоруссии? И что сулят заявления, сделанные Лукашенко в Кремле, переговором по Донбассу в Минске? Дважды в одну реку. Как партия «Слуга народа» накажет депутата Тищенко за очередное демонстративное нарушение карантина? И что об этом думают украинцы? Ответы на эти и другие вопросы, уважаемые телезрители, ищем сегодня. И обязательно найдём в компании Олега Лешко, лидера радикальной партии, народного депутата многих предыдущих созывов. Добро пожаловать. Витаю. Витаю вас, Олег Валерьевич. Ну, по-перше, звербную неделю вас. Так, и я, и вас. Витаю всех наших глядачей звербной недели. Щастя, здоровья и веры в свои силы. Дякую. Дякую на взаим. Я сегодня видел у вас в социальных сетях фотографию. Это вы сегодня были в храме? Или... Другие годы я, на жаль, не ходу через корону в храм. Не минулого года, не этого года. И мечтаю про то, что когда мы живём до того времени, когда мы снова вернёмся до старых добрых времен, когда мы можем встретиться в храме, обняться, разговариваться вместе. Я памятаю, щороку із Скоротовськими, із Сергієм, із Людмилою Скоротовськими, ми ходили із Ленськими, ми ходили в Видубичі. Потім, після служби, на Великдень, розговлялися. Першу, яку бачимо, машину на багажнику, розиклали яйца, паску, розговлилися. А вербну неделю, есть же ещё традиция. Да, не я бью, а верба бью. Когда с Лозовой меня сегодня я ехал до вас в студию, загадывал, вибачался. Два роки тому так меня вдарил какось, не совсем вдало. Приложился, да? Чрезмерно. Да, и вибачался. Вибачьте, то не я, то верба. Ну да, действительно, мы ждём, ждём, как можно уже скорее, чтобы этот день наступил. Бачите, ну, такие особливые часы, как важливо, ты розумієш, что сдаётся, какие дрібницы, а наскільки они важливые. Конечно. Когда теряешь, начинаешь ценить. Это правда? Спілкувание с людьми, спілкувание с родными и с друзями, можливість піти кудись. Це надзвичайно важливо. Об этом сегодня отдельно ещё поговорим в теме и в обсуждении положения дел с пандемией. Мы намеренно, Олег Валерьевич, наши корреспонденты работали сегодня в ряде городов Украины, и люди пошли на самом деле в храм. К счастью, не в таком количестве, да, опять же, к счастью, не хочется употреблять такой термин. Увы, то, что точно, к сожалению, что не все соблюдают режим масочный, дистанцию, да, это важно говорить и важно отмечать. Но, тем не менее, об этом речь обязательно пойдёт. Я хочу нашим зрителям, прежде чем мы приступим, кратко традиционно напомнить по номеру телефона, который будете видеть, уважаемые дамы и господа, на экране ваши комментарии, вопросы, милости прошу, буду это отслеживать тщательно и скрупулёзно. А начать хочу с центральной темы этой семидневки, безусловной ситуации на Донбассе, и надеюсь её разрешение. Но об этом чуть позже. «Заявление Москвы об отводе войск – это просто слова. Мы ждём конкретных действий». Так в американском госдепе прокомментировали слова министра обороны России Сергея Шойгу о начале отвода армии. В НАТО же заявили о необходимости сохранять бдительность и тщательно отслеживать происходящее. На этой неделе, на пике напряжения ситуации на Донбассе, президент Владимир Зеленский обратился к народу относительно ситуации с безопасностью в государстве. Ключевой месседж, цитирую, «Мы не боимся и готовы себя защитить». Конец цитаты. Ну и Владимир Зеленский предложил своему российскому визави Владимиру Путину встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идёт война. Вспомним слова президента Украины. Россия отказалась поддержать общее заявление. При этом прозвучало предложение встретиться на линии разграничений. Чтобы максимально точно увидеть и понять ситуацию. А что же мне понимать? Я прекрасно всё понимаю. Я каждый месяц там бываю. Господин Путин, я готов пойти ещё дальше и предложить вам встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идёт война. Президент России ответил на предложение, приглашение Владимира Зеленского. Российский лидер заявил, что готов принять президента Украины в Москве в любое удобное для него время. Однако только в том случае, если речь пойдёт о двусторонних отношениях между странами, а не о войне на Донбассе. Прямая речь. Если речь идёт о обсуждении проблем Донбасса, то тогда в первую очередь руководство Украины должно встречаться с руководителями республик. Если речь идёт о развитии двухсторонних отношений, то, пожалуйста, мы примем президента Украины в Москве в любое удобное для него время. Ну вот так. В офисе президента заявили, что Владимир Зеленский обязательно отреагирует на предложение президента России встретиться в Москве. Я напомню, по словам главы государства, с начала прекращения режима тишины Владимир Путин не выходил на связь, несмотря на все попытки украинской стороны выйти на контакт. Более того, по словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, его российские визави Лавров не давал никакого ответа, даже отрицательного, на те приглашения увидеться или связаться. Мы поинтересовались украинцев, как, по их мнению, стоит ли нашему президенту ехать в Россию, в Москву на переговоры с Владимиром Путиным. Давайте послушаем, что отвечали украинцы на этот вопрос. Он боится встречи, и он ставит такие условия абсурдные, которые никакого раза Зеленский не принимает. Я считаю, что даже плохой мир, он крайне за время войны. Поэтому я считаю, что нужно говорить, что не очень важно, где, то в Москве, то в Донбассе, то в Киеве, то в Европе, но нужно говорить. Но нужно говорить. Нашего импровизированного опроса проведем. Олег Валерьевич, а Вы что об этом думаете? Надо встречаться, не надо? Я думаю, что дипломатия лучше, чем когда стреляют и убивают. Безумовно, нужно встречаться и в двустороннем формате, и один на один, и с нашими партнерами. Но не в Москве и не в Россию. Почему Путин предлагает встречу в Москве? Если Украина согласится на эту встречу и идет в Москву, мы таким образом признаем, что Россия – третя сторона в этом внутреннем гражданском конфликте. Как они пытаются приконать весь мир на счастье безуспешно упродовж последних семи лет. Потому что сегодня для всех очевидно, что Россия, Кремль, они участниками этой войны. Они развязали эту войну против Украины. Они ее подживлюют. Посмотрите последнее расследование нашего представителя в журналисте, который представлен в тресторонней группе. Они взяли данные, как использовались вагоны залезничные в 2014 году. И увидели, что из військовых российских баз до Донбаса в 2014 году, когда была оборона аэропорта, ишли завантаженные вагоны вибухой. Ишли на прикордонную станцию с Донбасом. Понятно, что они ишли на Украину. То есть Россия является абсолютным участником этой войны. Она главная причина этой войны. Российская оружие, российские деньги, российская агрессия. И поэтому встречаться в Москве – это признавать, что Москва – миротворец, что Москва никакого отношения к этой войне не имеет. И они – третья сторона. Нет, встречаться нужно на нейтральной территории. Но предлагать, правильно понимаю, предлагать, на ваш взгляд, третью страну где-то в другом месте, но встречу обязательно провести. Смотрите, нет ничего под этим солнцем. Мы же имеем массу примеров, когда, вспомните, встречу Горбачева, Рейгана в Женеве. Я с вами на 100% согласен. Более того, почему Байдену можно с Путином встречаться, о нас говорить, а мы об Украине не можем говорить? Россия захопила не американскую территорию. И война не в Америке. Россия захопила украинскую территорию. Восьмий рік триває война. Мы, безумовно, благодарны нашим партнерам, и американцам, и немцам, и британцам, и французам за поддержку. Но никто не решит наших проблем, если мы не решим их сами. Вы знаете, есть противники этой идеи, говорят, в жодном разе не можно с Путином встречи проводить. Дивіться, противники будут завжди. Яке ключевое завдание лидера, президента? Что колишнего Порошенка, что Зеленского, что наступного, когда я не буду? Задача одна – вернути мир и вернути территорию. Для этого нужно говорить. Путин развязав эту агрессию, войну. Я готовий с ним встречаться говорить. С посередниками, без посередниками, російською, украинською, англійською, яку він там розуміє. Надо німецьку вивчу. Заради того, чтобы рятувати життя людей, которые гинут десятки, сотни, тысячи, десятки, тысячи. Но, естественно, что не поступающие с ним на йоту национальными интересами. Поэтому я не вижу ничего страшного. Наобаки, дипломатия – это то, что заменяют войну. Когда я програю дипломаты, тогда и працюют пушки. И мы видим, чем это закончится. В 8-м году у нас иди в война. Больше, чем уже Другая света. Поэтому нужно встречаться и в одних форматах, и в других, в третьих, в каких заводно форматах. А бы цей формат привел до одного – до повернения территории, до миру, до перепинения вбивств и до восстановления контроля за кордоном. Я не просто так, Олег Валерьевич, обозначил и сакцентировал на этом внимание, что не идут в России на контакт. В нормандском формате Путин демонстративно показал, что не хочет. Именно поэтому вы верно обозначили, что война идет в Украине. И мы заинтересованы в том, чтобы были какие-то подвижки. Не американцы, не европейцы. В первую очередь мы. Поэтому нужно идти на первый взгляд не стандартные или на экстраординарные какие-то решения. Да не, надо просто делать то, что тебе подсказывает сердце. Дивите, Байден стае президентом Соединенных Штатов. Він запрошу на світовый и климатический саммит лидеров государств. В том числе и Путин. За тиждень до этого он называет Путином убивцем. И через тиждень он запрошу на климатический саммит. Потом они собираются в червне встречаться. Почему долю Украины должны говорить за спиной Украины? Почему мы должны сидеть и ждать, что Байден, Меркель, Макрон договорятся с Путином про Украину? На каких условиях они будут договориться? Они, напевно, когда договорятся, в первую очередь свои интересы переследуют, а не интересы Украины. Ну конечно, Украина один из вопросов. Украина должна хоть один, хоть единый, но никто не может за нас решать нашу долю. Мы должны, это наша проблема, это война на нашей земле. Это наша рана в сердце. И мы должны сделать ее все, или сами, или, если не можем, сами с партнерами, с международной общей. Но решить эту проблему, а не сидеть и ждать, давайте 8 лет и будет война, давайте еще 28 лет подождем, когда Байден, или кто-то после Байдена договорится с Путином, или кто-то, кто прийдет после Путина. А нас поставят, известно. Сколько украинцев загине? Сколько втратим территорий? Сколько поколений виросте на окупованном Донбассе? Дети из детства ростут в ненависти до Украины? Сколько потом нужно десятилетий потратить, чтобы интегрувать эту территорию? Чтобы повернуть не просто территорию, а ментальность повернуть туда, украинскую. Украинское слово, украинскую душу, украинский дух и так далее, и так далее, и так далее. Тому я вважаю, что не можно втрачать ни одного дня, когда каждый день гинуть люди, когда каждый день, чем дальше, тем важнее все это повернуть. Он, например, Приднестровье с соседней. Майже 30 лет оккупована, и стоит российская армия там. И если они такими темпами будут вести, то это еще на 300 лет. Я не хочу, чтобы у нас был окупованный Россия и Донбасс на 30, или на 3 дня я не хочу, чтобы они были окупованы. Украинское общество готово будет сегодня к тому, что если эта встреча состоится, если переговоры состоятся, что нужно будет где-то идти на какие-то компромиссы, Олег Валерьевич. Но мы с вами, если будем положить руку на сердце, и откровенно будем с нашими зрителями, будем с вами констатировать тот факт, что где-то придется наверняка пойти навстречу, потому что компромисс это обоюдные взаимные уступки навстречу друг другу. Вот вокруг чего сегодня можно будет найти компромисс, чтобы это в стране не вызвало... Если уж сам факт встречи у нас у кого-то вызывает какое-то, знаете, такое, мягко говоря, недопонимание, вокруг чего нужно будет искать общий знаменатель, на ваш взгляд. Одно из предложений звучит сейчас актуально последние несколько дней. Говорят, что можно как-то обсуждать, например, вокруг подачи воды в Крым. Где-то вот искать, я не знаю, точки соприкосновения с Кремлем, с Путиным. Ну, как идея? Нет, подача воды в Крым это не компромисс, а это значение национальных интересов. Потому что если мы подаем воду в Крым, мы таким чином вызнаем российскую оккупацию Крыму. Там же, когда они рассказывают о мирных гражданах в Крыму, они сегодня перетворили Крым в милитаризованную зону. И эта днепровская вода будет поїти их войсков, которые потом будут убивать нас. Поэтому это не компромисс. Олег, а что там несколько десятков, ну, предположим, тысяч военных. А сколько крымчан? Да, нехай вернут там землю и всех напоим днепровской водой. Нехай вернут там Крым. И отновим все. То есть вы предположите, что ни при каких обстоятельствах? Безумовно, нет. Хорошо, а чего тогда? Треба что-то будет запропоновать Путину на эти встречи? Дивите, не треба ничего Путину пропоновать. Он нам пропонует. Ну, хотелось бы, чтобы было. Он сегодня пропонует нам тот план, который, фактически, избавляет Украины в будущем. Вы говорите про встречи. Не будет этого встречи. С одной стороны, до этого встречи не готов сам Зеленский. И когда вы рассказываете, что это был выступ лидера. Нет, это не был выступ лидера. Это был выступ актора, который играет роль президента. Если вы загадаете выступ Черчилля, когда Гитлер бомбил Британию, то британский премьер Черчилль сказал, что не везь с оренди. Мы никогда не сдадимся. Про что сказал президент Зеленский? Когда на кордоне наибольшая концентрация войск, весь мир на вухах стоит. Президент Украины выступает и рассказывает, что мы никуда не собираемся тикать. Лидер не может даже не то, что говорить, а думать. Он не говорил тикать. Послушайте внимательно. У слова тикать, он точно на 100%. Бачите, даже вы не верите в то, что это было. Но это было. Что, слово тикать? Да, абсолютно правильно. У своем выступе президент Украины сказал, что мы не собираемся тикать. Лидер не то, что не может говорить, а даже думать не может про это. Потому что лидер должен мобилизовать нацию перед загрозами, а не рассказывать, что мы не собираемся никуда тикать. Мы не отдамо ни метра нашей земли. Мы не сдамося никогда, никогда, никогда. Мы будем воювать за каждый метр. Вы получаете отстойки из каждого двора, из каждого векна, из каждых дверей, из каждого подъезда. Мы от старого до малого поднимемся, и у вас земля под ногами будет гореть. И вы проклянете тот день и час, когда вы пришли на нашу украинскую землю. Вот так мает говорить лидер. Я не могу сейчас дословно, потому что мы тикатами сбираемся, и более того, президент говорил, что каждый из нас оставит, я знаю, школьные учителя оставят указки, значит, все оставят свои, все, что есть под рукой, и пойдут защищать. Ну, мне кажется, что не там вы делаете акцент в выступлении Владимира Зеленского, но тем не менее, на чем существенно фокусировать внимание? Вот почему я у вас же не просто так спрашивал про компромисс? Потому что все говорят, что треба застричатись, обачатись, треба говорите, пока РАЕ работает дипломатия, пушки молчат. Но когда речь заходит о том, что какой у нас план, какое у нас предложение, как мы видим модель нашу украинскую по разрешению ситуации, все говорят, не пяди земли, красные линии, ничего не видоваты. Но так не будет, если мы в реальной политике с вами существуем, правильно, в реальной политике, а не просто в абстрактных каких-то категориях и ярких, красивых, пламенных политических речах. Дивися, вопрос не про яскравые речи, вопрос о том, как выходить в реальной политике. Реальная политика поляга в том, что ты не должен сдавать национальные интересы. Ни одна страна, которая себя считает, не сдает их интересы. Поэтому, когда вы рассказываете компромисс, что мы должны что-то отдать, это не компромисс, это сдача национальных интересов. Я впевнен, что компромиссы можно всегда найти. Політика – это существенный компромисс. Даже у семьи, человек, женщина, они каждый день шукают компромисс. На этом держится семья. Они живут десятки лет, человек и женщина, когда они один-один поважают, когда они один-один чуют, когда они прислушиваются, когда иногда нужно змовчать, вместо того, чтобы гаркнуть в ответ. Иногда сделать выглядеть, что ты что-то не пометил и так далее. В семье, что уже говорите между государствами? Россия – это наш сусід, никуда от него не деться. Сегодня, на жаль, этот сусід агрессивный. И не только сегодня, а в поле столетий. И поэтому наша задача и международные сплеты – сделать все, чтобы они были неагрессивны, чтобы они не становились загрозы. Сто процентов. Так вот, когда вы говорите по пунктам, яких компромисс, это завдание дипломатов, спецслужб, тех людей, которые конкретно выписывают планы. Задача политиков, лидеров – привести ситуацию до того, чтобы можно было договориться. Я абсолютно уверен, что придет тот час, когда мы достигнем своего результата и выйдем на свой кордон. На наш кордон, не сдающих национальных интересов. Знаете, лучше немного ждать, чем спешить. Потому что, когда ты спешишь, чтобы быстрее, быстрее, помните, как Жуков, до черновой речницы Великого Жовтня 300 тысяч людей поклали, чтобы освободить Киев. Тих 300 тысяч людей можно было сохранить жизнь и освободить Киев меньшей крови. Ну, история не знает сослагательного накладки. Да, потому жизнь людей нужно ценить. Да, 100%. Вы правильно поймали то, к чему я клоню. Потому что на этой неделе в Москве, в Кремле, состоялась еще одна встреча с Владимиром Путиным. Встреча с Александром Лукашенко. Обсуждались вопросы интеграции двух государств. В частности, Александр Лукашенко заявил, что страны серьезно продвинулись в вопросе согласования союзных программ. На уровне правительства уже одобрено 27 таких документов. Осталось еще три. Экономического характера, по словам Лукашенко. Также Беларусь и Россия углубляют взаимодействие в сферах военно-технического сотрудничества и обеспечение безопасности, цитирую, в самом широком смысле этого слова. Конец цитаты. Слов Александра Лукашенко. Среди прочего, на встрече был поднят вопрос возможности переноса переговорной площадки трехсторонней контактной группы из Минска. Так как глава украинской делегации Леонид Кравчук накануне заявил, что Минск посещать больше не намерен. Вспомним его слова. Я туда не поїду. Думаю, что и делегация не поїде. Потому что сегодня Лукашенко является васалом Путяна. И он сделал Беларусь подлеглой России. И мы не можем вести перемоги в Украине, которая фактически есть какой-то, если не территорией, то фактически подпорядкованной политической структурой Российской Федерации. Этот вопрос прокомментировал также президент России Владимир Путин. По его словам, нет никакого смысла менять площадку для переговоров, так как Беларусь не вмешивается в процесс и создала все условия для работы контактной группы. Вспомним слова Путина. Беларусь просто предоставила нам площадку. И вообще не вмешивается в этот процесс. Ну а если кто-то не хочет этим заниматься, то тогда, конечно, причины не работать в этой, на мой взгляд, очень важной сфере, всегда можно найти. Но похоже, что это поиск таких причин уклониться от обсуждения проблемы Нанбаса. И похоронить Минские соглашения. Похоронить и окончить. Да, ну вот такая позиция прозвучала. Ну, я хочу начать не с работы трехсторонней контактной группы в Минске. Вопрос, конечно, важный, но пока, пусть и результатов каких-то существенных нет, но переговоры ведутся в режиме видеоконференции из-за коронавируса, из-за пандемии. Я хочу про союзное государство у вас спросить, Олег Валерьевич, потому что, на мой взгляд, я об этом вчера говорил в передаче, несколько недооценена угроза, ну скажем так, ну или как факторы последствия для Украины, если это слияние, объединение состоится. Мы нарисовали карту, чтобы понять, что с границами нашими будет, да, в случае создания союзного государства России и Беларуси. Ну вот, она сейчас на экране, практически 50% сухопутных границ наши будут, ну скажем так, в военном смысле, если военной терминологией пользоваться, да, с противником. Мы можем как-то повлиять на положение дел сейчас, потому что, ну, ухудшились наши отношения с Беларусью, с Лукашенко, по хорошо известным нам причинам. И если это, значит, союзное государство будет осенью создано, что это для нас будет означать? Вплинути сьогодні на ситуацию, конечно, сложно. На жаль, мы, в том числе и Украина, сделали все, чтобы подстолкнуть Лукашенко в полный объем Путіна. Это была стратегическая, я вважаю, ошибка. Лукашенко, диктатор Лукашенко, там, как он выиграл выборы, честно, не честно, это хай белорусский народ вырешает. Но это не наша справа, мы не должны втручаться в внутренние дела в Беларуси. Наша справа, чтобы у нас на кордонах не полагало. Наша справа, чтобы Беларусь не перетворилась на еще один милитарный плацдарм для российской армии. У цьому полягают стратегические национальные интересы Украины. И мы должны были враховывать, в первую очередь, это не эмоции, не какие-то там подобаются, не подобаются, а тверезый, очень прагматичный, цинічный рассчитан. А рассчитанок поляга в одном – полторы тысячи километров спільного кордона с Беларусью. И этот кордон не должен становиться для нас загрозы. Потому что у нас на кордонах с Кримом проблемы, у нас на кордонах с Донбасом на лінії з'яснення проблемы, теперь у нас кордон с Россией, Сумская, Харьковская, Черниговская область, теперь у нас еще добавляется полторы тысячи километров кордону из Беларуси. Поэтому я считаю, что мы стратегически програли эту партию и фактически програли Беларусью. Отдали их в обойме Кремля. Лукашенко до этого 20 лет объединялся с Путином. И весь час играл свою историю. Он и с нами дружит, и с Заходом дружит, и с Путином дружит. И скорее съездит, 20 лет им все обещает. Но при этом мы точно знали, что Беларусь никогда не станет... Ради справедливости мы должны быть откровенны и сказать, что действительно, когда началась ситуация на Донбассе, Лукашенко предложил площадку и сказать, что он как-то вмешивался в переговоры. Или мы как-то что, сетовали на протяжении этих семи лет, что как-то беларусы мешают трехсторонней контактной группе работать? Или как-то они подыгрывают россиянам? Это ведь не было этого, Олег Валерьевич. Подыграют они, или не подыграют, хай скажут учасники трехсторонней контакта. У меня там не было, я не могу сказать. Где встречается трехсторонняя контактная группа, это не так важно. Важливо и иначе, чтобы соседняя держава не была для нас ворогом. Завдание политики из ворогов – это делать друзей, а не наоборот. Мы сегодня Беларуси, фактически дружную братнюю державу, мы отримали ворожую державу, которая может в любой момент дарить нам в спину. Потому что сегодня Лукашенко, он номинальный, он полностью зависит от Кремля. От их кредитов, от их поддержки, от ущего. Украина должна сделать все, чтобы Лукашенко, в том числе, был и с нами. Я навожу вам аналогичные приказы с Молдавией. Молдавия, там только выбрали президента недавно, дружную до нас. Первый визит президент Молдавии делает в Украину. Президент Украины встречается, рассказывает о поддержке, что делает украинская влада. За данными молдавских правоохранителей, украинская влада, а точнее, військовые разведники, выкрадает чауса из Молдовы. Провокуется величезная криза, которая сегодня переросла в конституционную кризу в Молдове. И президент, который для нас союзный в Молдове, сегодня под великим вопросом, или держится она, скажите мне, как можно Молдову делать ворогом? Белоруси ворогом сделали, Молдову делаем ворогом. Что это за политика? Наши спецслужбы не безупречно сработали. Причем там спецслужбы? Спецслужбы выполняют команды политического керевництва. Никто, ни один разведник не поехал в Молдову, не выкрадал бы никого, если бы не получили команду из этого офиса, который у вас за спиной, из Банковой. Поэтому это вопрос для тех, кто отдаёт эти команды, у них мозги есть или нет? Чем они думают? Где мы найдем дивизии армии, чтобы прикрыть все кордоны? Тысячи кордонов. У нас нет этих армий, ни дивизий. Поэтому там должны не враги быть, а друзья. Чтобы мы не держали там войска. Потому что это миллиарды долларов тратить на их поддержку. Это концентрация войск и так далее. Мы сегодня должны концентрировать на Донбассе. А мы теперь, в наследок этого, разосереджувати кулак. Вот есть разница, что так ты ударишь, что так ударишь. Вот этот кулак должен сегодня быть на Донбассе. А в результате дебильной, авантюрной политики нынешней влади, мы должны сили разосереджовать войсковую на Молдавский фронт, на Белорусский фронт, на Румунский фронт и так далее. Я уже не говорю за Харьков, за Суми и за Чернігів. Тобто это политика, которая ослабляет страну. Когда мы из суседей делаем врагов. Ну как-то прагматичнее можно быть, да? Мудрее, мудрее давайте. Я не знаю, какое слово. А где вы там мудрость возьмете? Який дурак отдав команду выкрасти Чауса? Для чего выкрадать Чауса? Там Молдавский суд отмолвил в политическом притулке. Его мали через 20 дней экстрадировать. Для чего выкрадали Чауса? Где сейчас этот Чаус? Его уже почти месяц выкрали. В какой посадке он лежит с выкрой головой? Чи в каком подвале он сидит сейчас? Что они сидят дома? Олег Валерьевич, давайте разберем Лукашенко. Аннексию Крыма же не признал. Давайте об этом скажем. Он аннексию Крыма не признал до сегодняшнего дня. Ему удавалось найти в этом смысле и с Украиной сохранить отношения, и с Россией, и с Кремлем. Но ему удавалось. Почему нам не удалось в этой сложившей ситуации тоже, ну, с точки зрения своих национальных интересов, на эту ситуацию смотреть? Первое, Лукашенко аннексию Крыму визнав. Но он же сделал заяву, что мы втратили Крым, что мы ее сами сдали и так далее. Но они признавали ее. Он никогда не засудил российскую агрессию. Он никогда не сказал, что Крым незаконно аннексованный Росией. Но, смотрите, политика – это реальные дела. Байдуже, что говорят, важно, что делают. Так вот, важнейшее, что Белоруссия не могла быть тем плацдармом, из которого идут российские войска. А сегодня есть большие суммы. И сегодня, опять же, Белоруссия перетворяется в этот плацдарм. Вы говорите, почему так сталося? Потому что, на прилик и жаль, в коридорах влади в Киеве не хватает людей, которые вообще не имеют людей, которые способны видеть дальше своего носа, которые должны керуваться тверезым рассчитаном, а не эмоциями, не картинкой, не шоу, політикой. Это с одной стороны шоу. Это 5-10% шоу. А 90% – это очень важная, кропотная, аналитическая работа. Почему американцы сильные? Потому что перед тем, как Байден прийде выступить, до него прийдут 100 разов и с докладами. Розвитка, дипломатия, спецслужбы и так далее. И они сделают анализ. Там есть Рада национальной безопасности. Они все проанализуют. Мозовый штурм сделают. Потом президент выходе и озвучивает свою позицию. На самом деле это не его позиция. Это позиция Соединенных Штатов и влады Соединенных Штатов. А что в Украине? РНБО перетворился на цирк. Когда вы не принимаете абсолютно незаконные решения. А когда, наоборот, нужно брать РНБО, чтобы говорить о вопросе национальной безопасности, они на это не заходят ни часу, ни возможности, и вообще не способны продуковать решения. Там нема людей с мозгами, которые думают мозгами, которые предупредят, которые анализуют, которые должны смело говорить и честно говорить. И президент и всем другим. Ребята, вы неправильно делаете. Вы играете в танчики, в песочнице, а на самом деле за вас проголосовали миллионы украинцев. Они от вас чекают за всеми. Об этом сейчас более подробно будем говорить, Олег Валерьевич. Я хочу, уважаемые аппаратные, дорогие коллеги, отдайте нам промежуточные итоги нашего голосования. Я хочу посоветовать, что наши зрители отвечают на вопрос, че варто Зеленському провести двустороннюю встречу. 62% полагают, что да, Олег Валерьевич. 38% что нет, по состоянию на сейчас. До конца нашего информационного часа этот вопрос будет актуален. Кто еще не успел, отдайте, пожалуйста, свой голос. Вот любопытная ваша точка зрения на этот счет. Относительно власти. У нас же дата была знаменательная на этой неделе. Два года исполнилось с того момента, как Владимир Зеленский одержал победу во втором туре президентских выборов. Я напомню, он заручился рекордной в истории Украины электоральной поддержкой, получив более чем 73% голосов избирателей. Давайте кратко вспомним небольшой фрагмент того дня победоносного для Владимира Зеленского. Мы сделали это вместе. Я обещаю, что никогда не подведу вас всех. Вот насчет обещаний. Во время предвыборной кампании и до инаугурации по подсчетам аналитического портала «Слово и дело» Владимир Зеленский дал 34 обещания. Из них, по словам экспертов, президент пока выполнил 8, не выполнил 6. На разных стадиях реализации остаются 20 обязательств. Ключевые из выполненных обещаний. Выход из бизнеса, возвращение моряков, задержанных в Керченском проливе, и нескольких десятков украинцев, которые находились в российских СИЗО по политическим обвинениям. Президент сдержал обещание снять неприкосновенность народных депутатов, принять новый избирательный кодекс, законы о референдуме и об импичменте. Среди невыполненных обещаний, по данным «Слово и дело», обещание избавиться от президентских кортежей, передать государственные резиденции детям, не назначать близких людей на государственные должности, продать президентские самолеты, завершить войну на Донбассе и вернуть всех пленных – это те обещания, которые Зеленский еще может выполнить. Мои коллеги сегодня вышли к зданию Офиса Президента Олег Валерьевич и у прохожих там людей спросили о следующем. Вот как они, но кратко, именно в трех словах, могут описать два года президентства Владимира Зеленского. Давайте послушаем вместе с вами, с нашими зрителями, что отвечали люди под стенами Офиса Президента. Прошу вас. Изменения, переворот, стремление. Тяжело? Ожидали большего. Далее будет краса. Борьба, надежда и вера. Неприкосновенность, азартные игры и растаможка автомобиля. Изменения в непонятную сторону. Гумор и противосистема. Полное печальное разочарование. Умный, порядочный, доверие. Цирк, непередбачиванность. Безлад, расчарование и споревание. Добрые намеры, непрофессийность и отсутность воли. Шанс, надея, майбутние. Последний из прохожих под офисом президента. Очень похож на Руслана Стефанчука, вице-спикера парламента. Он виноват. Да, это он и был. Руслан Алексеевич, как раз наши коллеги с ним пообщались, судя по всему. Я не буду... Вопрос же звучал на этой неделе очень часто в разных телевизионных эфирах, в радиоэфирах. Как вы оцениваете два года президентства Зеленского? Много обстоятельств, много факторов, много разного рода нюансов, которые влияют на эту оценку. А вот вы три слова подберете, вот такие, которые максимально емко, на ваш взгляд, могли бы оценить эти два года и дать какой-то вердикт? Я, напевно, больше, чем три слова, потому что я балотировался тоже на президентских выборах. И я дякую всем тем, багатьом-багатьом в Украине, людям, которые за меня голосовали. Зеленский был моим конкурентом. И я могу сказать сегодня то, что говорил два года назад, что я был бы лучшим президентом. Потому что то, что они сделали, продаж земли, где закончение войны, где подолание бедности, где низкие тарифы, где все иначе. Его ничего не имеет. Это все невиконанные обещания, которые не могут быть выполнены, потому что они не способны и не умеют их выполнять. Но, однако, я могу побожать все-таки на час, который остался в Зеленскому на посаде президента, я не знаю, сколько ему осталось. По Конституции три года, в реальности это может быть меньше. Когда они сегодня говорят про другой термин, который второй термин, первый хотя бы до сих пор, с теми действиями, которые происходят. Я могу все равно побожать моему конкуренту політичному, по лидеру Зеленскому одного, успехов. Я хочу, чтобы он то, что обещал, сделал. Потому что мы все живем в нашей стране, у нас есть еще и нет. Мы все хотим в нашей стране успехов. Мы хотим, чтобы это была наибольшая страна. И если Зеленский выполняет хотя бы сотню доли того, что обещал, я ему подякую. Я ему скажу, что он выполнил свою миссию. На жаль, сегодня я могу сказать только одно. Траченный час. Ну, час, еще даже экватор президентской каденции Зеленского не наступил. Как вы думаете, вот ключевой фактор, который помешал сделать больше Владимиру Зеленскому, это что, на ваш взгляд? Ну, объективное давайте оставим, потому что наши зрители это понимают. Да, пандемия, безусловно, корректировала планы ситуации на Донбассе. И вот такие вещи, которые на поверхности очевидны, это ясно. Вот что, на ваш взгляд, прежде всего мешало? Прежде всего? Да. Ключевой фактор? Да. Он взялся не за свою справу. Ага. Иначально вы имеете в виду вообще? Безусловно. Знаете, не треба браться за то, что они могут сделать. Кожен має реально оценивать свои силы. Не треба вдавать из себя того, ким ты не есть на самом деле. Президентство – это не игра, это не роль. Президентство – это миссия. Это покликание. Это твоя карма. Особенно в воюючей стране. И когда ты борешься за это, когда ты идешь, то ты должен понимать, что ты не идешь для того, чтобы играть. А идешь для того, чтобы отдать себя до останков и даже своё життя за эту страну и за всех людей. И читать глобальные звернения до наций не из суфлера, а то, что подсказывает тебе своё сердце. Если ты про это думаешь, если ты эти боли людей, боли страны пропускаешь через своё сердце, тебе никакого суфлера не треба, чтобы сказать людям свои думки, которые в твоей голове и в своём сердце. Ну, Олег Валерьевич, давайте добывается по справедливости. Просто если критикуем, давайте, чтобы это было предметно. Ну, какой президент не читает суфлера видеообращения? Мы можем одного назвать? Дивися, вы можете мне рассказывать всё, что… Дело же не в суфлере. Дело не в том, что я рассказываю. Дело в том, чтобы мы с вами были объективны, потому что у нас же серьёзная передача. Дивися, я не могу быть объективным. Если бы я был француз, німец, араб, тогда я бы был объективным. Потому что мне было байдуже, что происходит в Украине. Я не могу быть объективным, потому что моя страна стекает кровью. Я о том, что критиковать есть за что. И это правда, много всего. Но точно не за то, что читается суфлера, а потому что обращение. Потому что моя страна расчленована. Потому что миллионы людей в этой стране не видят перспективы. И большинство людей в этой стране, по на 70%, вважают, что страна идёт не в том направлении. И в большинстве людей ключевая эмоция – это расчарование. Это правда. И поэтому я не могу быть до этого байдужим. Расчаровавшихся больше с каждым месяцем. Потому что, если бы это была чужая для меня страна, тогда я был бы байдужим. Я могу даже судить. Мне однако, что происходит где-то там. По вопросу, который проводили сегодня наши коллеги, мы же их регулярно проводим, время от времени. Вот вы обратили внимание, что сегодня уже было достаточно много отвечающих на вопрос, которые употребляли слово «разочарование», «ошибки», «изменения не в ту сторону» и так далее. И нужно быть справедливыми, нужно констатировать. Я надеюсь, что в офисе президента люди, которые доводят до ведомого главы государства нужную информацию, они отдают себе в этом отчет, что положение дел нужно менять. И для этого наша сегодня передача, в том числе с вами, чтобы мы на нужных вещах расставили акценты, там, где нужно срочно принимать какие-то меры. Для того, чтобы это понимать, нужно, чтобы на столе была Конституция и закон, а не социологические опитывания. На жаль, сегодня люди, которые керуют нашу страну, которые впливают на жизнь людей, они даже не считали Конституции. Потому что вы спросите, какие письмки этих двух лет? Это величезная загроза для демократии. Для демократии, для свободы слова. Повага до властности приватной, повага до прав человека, до верховенства права, до свободы слова. Все это сегодня под величезной загрозой. Когда они рассказывают, что они вот так все сделают, то заберут, то заберут, то податки поднимают, то еще что нет. Кто сюда прийде? Кто принесет сюда гроши? Кто створюватиме рабочие места? А я как наседу, когда втечутся инвесторы, люди с Рошима, когда тут не будет верховенства права, свободы слова, демократии. Что тут залишится? Тут залишится голод, холод, пустий холодильник, безработица, хаос, безнадьога и все остальное. Откуда они ведут страну? Чем Украина отразилась от России? За 30 лет кто б что не говорил. Но в Украине есть демократия, в Украине есть свободы слова, и россияне приезжают и заздрят нам. Сегодня мы втрачаем эту ключевую ценность. Хотя социология показывает, что, мол, байдуже. Нет, на самом деле не байдуже. Потому что в Украине, где нет верховенства права, где нет поваги до права человека, где нет свободы слова, там нет экономического развития. Эти ошибки допускали предыдущие власти, предыдущий президент, и результаты выборов продемонстрировали вот те кадры, которые мы видим. И главное, там нет экономического развития, там бедность, там нищета, там безработица, там холод и голод. И в нашем случае война и пандемия, о которой я хочу, чтобы мы с вами еще успели поговорить. Олег Валерьевич, потому что, да, сегодня такую фразу не то чтобы придумали, да, озвучили коллеги сегодня. Не я бью, ковид бьет. А в контексте праздника в Украине отмечается верное воскресенье. Накануне пасхальных праздников в Минздраве заявили, что дополнительных карантинных ограничений на этот период не планируют. Однако призвали храмы создать соответствующие условия для безопасного визита верующих. Также рекомендовали посещать службу только одному члену семьи. Однако журналисты зафиксировали, что далеко не все, к сожалению, сегодня, в частности, придерживались карантинных ограничений в храмах. Напомню, что в 10 областей и Киев по-прежнему остаются сейчас в красной зоне карантина. Сегодня из этой красной зоны вышла Одесская область. Из-за несоблюдения ограничений в центре внимания на этой неделе оказался скандал с депутатом от «Слуги народа» Николаем Тищенко, заместителем главы фракции «Слуга народа». По данным журналистов, народный депутат устроил вечеринку с салютом в одной из столичных гостиниц по поводу дня рождения своей супруги. Полиция возбудила уголовное дело. Штраф за организацию мероприятия в размере 34 тысячи гривен заплатит «Отель», данные, в котором проводилось мероприятие, а не Николай Тищенко. «Слуги народа» решили пока не исключать депутата из фракции, из партии, и определили, что уплаты штрафа будет достаточно для их коллеги. Сам Тищенко заявил, что карантин не нарушал, но готов понести наказание и поехать на фронт с финансовой помощью. Послушаем. «Я просто хочу сказать, что я очень сильно люблю свою жизнь, и семья для меня – это важно. Я, в принципе, не думал, не хотел никак потревожить чувства людей, которые пишут много нехороших фраз. Но все должны понимать, что я народный депутат, но и в то же время я и человек». Напомню, Николай Тищенко во второй раз уже оказался в центре такого скандала, связанного с нарушением карантина. Во время прошлогоднего локдауна ресторан «Велюр», который связывают с народным депутатом, работал, несмотря на запрет. Олег Олег Олегович, ну, как вы увидели эту историю? Как можно было во второй раз уже, извините, вляпаться в такой скандал? Как это оценить? Как оценить реакцию фракции «Слуга народа», руководства этой фракции на произошедшее? Я думаю, что так, как и все украинцы, так и я побачу. Они нас тримают за бедло. Они считают, что законы, карантины – правила для нас, для всех людей, а для них – беспредел. Что хочу, то и делай. На карантин позакрывали маленький бизнес, люди без работы, без зарплаты остались. А эти наглые морды, рожи наглые, они думают, что они могут гулять. Он рассказывает, что я же не только депутат, я человек, я люблю свою жену. Так люби ее дома. Что ты правила порушишь? Кому ты хочешь показать, что ты самый крутой? Что ты самый наглый? Причем я вам скажу, что, знаете, в моем детстве интернат-интернатском была такая приказка. Великий шкаф громко падает. Вот эти крутые, первые, тикатимут. Он рассказывает, что он готов принести покарание, поехать на фронт с помощью. Понимаете, даже тут идиот рассказывает, что для него покарание – это поехать на фронт с помощью. То есть даже тут музея нема, чтобы подумать, что он говорит. А то, что фракция его прикрывает, потому что они все такие. Они связаны. Они связаны взятками, они связаны коррупцией, они связаны беспределом. Хибо он первый, это и урод беспредельщик. А загадайте, педофила там у их фракции. А загадайте, Яременка, который проституток вызывал. А загадайте, Третьякову, которая рассказывала, что дети из бедных семей неповноценны. А загадайте еще одного идиота, который рассказывал, продай собаку и заплати за комуналку. А взятки, которые там берут, и до сих не сидят. Они все там такие. Оця хвиля вынесла оце все дерьмо гнилее. В нормальной бы державе, где бы он стоял бы? Вешебалом в каком-нибудь гей-клубе стоял бы. Понимаете? А в Украине он вырешивает долю людей. Он закон не принимает, не читая их. Попитайте его, 106 стаття Конституции. Он знает, что такое? Спитайте его, что такое, 105 стаття Конституции. Ну, не так часто дают интервью. Спитайте его про закон про основы национальной безопасности або про социально-экономическую поддержку аграрно-промислового сектора. И он вам скажет, что нет, он их никогда не читал и не знает. Потому что он вважает, что его завдание – это ходить по тусовкам. И мандатом своим торговать. И выборы, когда надо фальсифицировать выборы, как он на дверь, никого послали. Вешебал у этого Колю Котлету. Он же из детства на Аболоне. Все же знают Бандюган. Вешебали. Олег Валерьевич, мы знаете, что сделали на этой неделе? Подумали и проанализировали. Сейчас продемонстрируем результат работы. Случались ли похожие инциденты, когда политики и чиновники, высокопоставленные где-то в других странах, нарушали карантин? Так он не ввесал кое-что из-за работы. Что с этим происходило? Вот мы собрали те случаи, когда это имело место быть, преимущественно в Европе. Какое было следствие? Чем это заканчивалось для этих чиновников или политиков? Давайте посмотрим кратко. Нелегальні вечірки під час карантину влаштовують політики не тільки в Україні. Угорський депутат Європарламенту Йожев Сайер був затриманий на секс-вечірці. Коли на Захід прийшла поліція, політик намагався отекти, але його затримали. Згодом сам подав у відставку. Посаду міністра охорони здоров'я Чехії втратив Роман Примула після зустрічі у закритому на карантин ресторані. А пізніше, коли став радником прем'єра, оскандалився у друге. Примула відвідав футбольний матч, після чого його знову звільнили. Політичний скандал в Ірландії викликала вечеря учасників гольф-клубу на 80 гостей. Присутні на ній міністр сільського господарства Дара Калеарі, сенатор Джері Буттімер і комісар ЄС з питань торгівлі Філ Хоган пішли у відставку. Відпустка в Італії у карантин стала останньою для Майкла Коулі на посаді глави туристичного управління Ірландії. У розпал епідемії на Канари їздив керівник шведського агентства з надзвичайних ситуацій Ден Еліасон. Головний лікар Шотландії Кетрін Колдеру двічі відвідала свій заміський будинок, розташований в іншій частині країни. Радник прем'єр-міністра Великої Британії Доміні Камінг спорушив карантин, виїхавши до родичів за 460 кілометрів від Лондона. Ці дії політиків закінчилися для них відставкою. Двічі порушив правила карантину міністр охорони здоров'я Нової Зеландії Девід Кларк під час велосипедної прогулянки і сімейного пікніка. Після цих скандалів він теж подав у відставку. Велосипедна прогулянка і пікнік, і, що существенно, сам чоловік написав заявлення, сам уходив в відставку. Я не сомневаюсь, що були інциденты, коли нарушали і збегали наказання, як у нас, да, серйозного наказання случилось з Николаєм Тищенко. Просто, якщо ми стремимося, да, в якихось інших параметрах, мені здається, соответствувати, то треба соответствувати тому, що ми можемо сьогодні вже фактично і те, що від нас завістить в цьому сміслі, пытатися робити, на мій взагалі. Ця партія «Слуга народу» вони не повинні покривати своїх. Якщо вони їх покривають, вони беруть повну відповідальність. Значить вони розділяють його хамство, його жлобство, його презирство до українців від до закону. Це їхня політика, це їхня філософія. Не те, що вони розказують і брешуть, а те, що вони в реальності роблять. Просто, ну, любопитно, да, дві історії було на цей неділя, закриваю вже цю тему, з депутатами «Слуги народу», от на последньому заседанні фракції в режимі видеоконференції оно проводилось, обсуждали два питання. Із включать ли з фракції? Значить, депутата Шевченка, який, ви знаєте, цю історію поїхав зустрічатися з Лукашенко, или Николая Тищенко, который во второй раз оказался фигурантом такого скандала. Значить, насколько я понимаю, Шевченка будут исключать, а Тищенко – нет. Ви молчите, Олег Валерьевич, я думаю, що ви розмышляєте над тем сейчас, а вот если бы такой инцидент был во фракции радикальной партии, какое бы вы решение принимали на это? Дивіться, у меня были такие истории, когда я вимушен был принимать решение. У меня был у фракции депутат Андрей Артеменко. Він поїхав без мого дозволу, без мого відома, у Вашингтон, я так розумію, через Москву по дорозі, повіз так званий мирный план Криму. Чим це закінчилась його поїздка? Я пішов до тодішнього президента Порошенка і зробив усе, щоб у мого депутата забрали громадянство, бо у него был и другой паспорт, и депутатский мандат. И вперше в истории Украины, и истории украинского парламентаризма, в действии народного депутата забрали громадянство и мандат. Я втратил депутата, но я не отдал наши принципы. Або, например, продал нас один депутат, мы его выключили из фракции, да, мы втратили депутата, да я готовый втратить половину. Но я не готовый жертвовать этими принципами, с которыми мы шли до выборцев, и какими мы выстояемо. Поэтому они должны просто четко понимать, что для них важливее. Ну, кстати, насчет Шевченко, тоже вот хорошо, что мы вспомнили. Я хочу, чтобы мы сейчас послушали аргументационную базу, то есть те объяснения, которые озвучил он был гостем, народный депутат Шевченко у Сави Кашу, стороне ток-шоу вчера. И объяснял, почему он поехал к Лукашенко, да, свои доводы привел. Давайте вспомним их сейчас и с вами кратко обсудим. Ну, любопытно, да, что как раз частично то, о чем мы сегодня с вами говорили, озвучивал депутат Шевченко. Хай выйдет из фракции и ведет свою политику. Если его позиция не отвечает позиции фракции, что он там делает? Тут тоже интересный нюанс, потому что наши зрители, может быть, не знают, может, не все знают, но я подчеркну. Тут важный момент, учитывая то, что народный депутат Шевченко списочник. Не, он мажоритарный. Списочник. Я посмотрел. Кажется, он списочник. Значит, коллеги, проверьте, пожалуйста, информацию. Да, но если я не ошибаюсь, списочник. Сейчас выясним и скажу точно. Просто что важно, что если ты списочник, и тебя исключают из фракции, Олег Валючник даст мне соврать, то ты остаешься в парламенте, как внефракционный. А если ты сам пишешь заявление и уходишь, то ты покидаешь Верховную Раду, и на твое место поднимается следующий по списку. В соответствии с Конституцией, так, ты втрачаешь депутатский модель. Поэтому в случае с Шевченко это существенный момент. То есть его исключат, что он сам напишет заяву и пойдет из Верховной Рады. Я думаю, что мы за НАТО много про него говорим. Он делает дебильные заявления на российском телевидении. То есть это такой, я бы сказал, больше ватный тип персонаж. Но если говорить про Белоруссию, то моя позиция, что нам с соседами нужно дружить. Не воювать, а дружить. И находить заради национальных интересов Украины, находить компромиссы и стратегично дружить. Номер 76. Это, я правда не понимаю, это округ Запорожской области или это список? Да, это округ. Округ, да, 76-й. Значит, мы, может, летарщик, а не списочник. Это просто важно, чтобы наши зрители понимали, потому что это происходит в каждом парламенте. Когда вот вы вспомнили, в вашей фракции был такой инцидент. Когда, ну, бывает, заходишь в парламент, твои взгляды политически меняются. Ну, так порой происходит под влиянием обстоятельств. И дальше вопрос, ты останешься в Раде или покинешь... Под влиянием обстоятельств или грошей. Вот я пытался быть деликатнее, Олег Владимирович, но вы точнее сформулировали то, что я имел в виду. Важный момент. Хочу, чтобы мы успели. У нас не так много времени, но тем не менее. Пасхальная корзина. Вот мы в преддверии большого праздника. В этом году обойдется украинцам в 780 гривен. Тут дело не в цифре, а важно то, что это на 26% больше, дороже, чем в прошлом году. Почитали это в Национальном научном центре Институт аграрной экономики. Стоимость домашней паски. Около 120 гривен за килограмм. Десяток яиц стоит 38 гривен. За полкило домашней колбасы. Столько же буженины придется отдать 265 гривен. За полкило сало 50 гривен. Среди молочных продуктов дорогим будет твердый сыр 120 гривен. Сливочное масло 114 гривен. Параллельно с этим, Олег Владимирович, вы знаете, это не секрет для вас. И цены на топливо растут. И инфляция. Доходы, разумеется, снижаются. Безработица из-за пандемии. И, увы, на фоне всех тех, скажем так, событий в информационной ленте, вот этот вопрос, он иногда уходит на второй план, к сожалению. Хотя он очень существенный. Социальный вопрос. Да, и ситуация и далее будет погрешиваться на приликий жаль. Бо я смотрю, что делает влада. Сейчас они планируют, я хочу, чтобы глядачи знали и все украинцы. Сейчас они планируют поднимать податки. И принимать податки в нынешних умовах – это, в целом, катастрофа. Потому что подвищение податков ведет до закрития предприятий, до сближения безработица и до бедности. Они, вместо того, чтобы перекрыть свои корупционные дырки, на митнице крадут, у податковой крадут, на будильнице дороже крадут, везде крадут. Они накрали миллиарди соби в кишене, набили. Теперь надо как-то выплачивать зарплату в пенсии. Они хотят залатать эти дырки в бюджет за рахунок подвищения податков. Ну, добре, на три месяца вы отримаете еще, чтобы закрыть дырки. А что будет потом? Когда продукция станет неконкурентостатной, когда предприятия нестатны будут платить эти податки. Сотни тысяч людей опиняться на улице, безработные. Им не будет чемодать свою семью. Поэтому я обратился к голям, если там есть четверие головы в Украинском парламенте, в любом случае не голосовать за подвищение податков. Наоборот, податки нужно снижать, чтобы приходил инвестор, приносил деньги, чтобы восстановить производство в Украине. У нас следующая неделя в парламенте пленарная. Будем следить, вот этот вообще спектр вопросов будет так или иначе обсуждаться депутатами или нет. Итоги нашего голосования подведем. Мы на финишной прямой. Чуварту Золейнскому правоя стать двосторонним заустричь с Путиным. Итог, я не вижу, 64% считают, что нужно. Следовательно, 36% полагают, что не стоит этого делать. Олег Иванович, спасибо большое вам за разговор. Был рады, бачите. На тему сегодня ставим украпку. Дякую за увагу, спасибо за внимание, уважаемые телезрители, и вам. Хорошего вечера, с наступающими пасхальными праздниками, майскими праздниками у вас. И до свидания.